Фермеры Кустанайской области активны участники государственной программы СБАГА. На 100% выполняют план в Мендокаринском районе. Здесь за последние 4 года племенной скот появился в 25 хозяйствах. В хозяйстве Аскара Кусаинова началась самая главная пора – отел. За последний месяц его буренки принесли 27 телят. Это только 30% ожидаемого приплода. Разводить казахскую белоголовую, которая славится своей выносливостью и хорошим привесом, фермер начал 15 лет назад с двух коров. Сегодня в стадии больше 170 голов. Развиваться помогает государственная поддержка. В том году получил субсидии 154 тысячи на голову. Это за приобретение племенного быка. И субсидии на корову дают. То, что породоприобразование у меня идет, селекция племенная работы. Вот по 18 тысяч еще на каждую корову. Даже полукровки, говорит фермер, существенно отличаются от беспородного стада. Они больше по весу, а мясо имеет отличные вкусовые качества. В Миндагаринском районе насчитывается 26 тысяч голов крупного рогатого скота. Доля племенного составляет 13,5%. Вы увеличивается ежегодно 1-2% доля племенного скота. Закупили 1294 головы маточного поголовья. Кроме того, купили 95 племенных мясного направления быков-производителей, аулекольской породы, казахской белоголовой. Начиная с 2011 года, по программе Сабага, фермеры Кустанайской области купили более 16 тысяч племенных коров мясного и молочного направления. Это позволило на 20% увеличить количество породного скота. Если взять анализ за последние 5 лет, то с 18% увеличилось в поголовье крыс в производственном секторе до 41%. Сказывается это наша программа Сабага, где образовывается новое сельхозформирование. Фермеры успели оценить все плюсы племенного животноводства. На достигнутом сельчане останавливаться не намерены. В текущем году по программе Сабага в области закупят еще около 6 тысяч голов породного скота.